Псалом Давида Глаз Господень над водами Бог славы возгремел Господь над водами многими Глаз Господа силен Глаз Господа величествен Глаз Господа сокрушает кедры Господь сокрушает кедры ливанские И заставляет их скакать Подобно тельцу Ливан и Сирион Подобно молодому единорогу Глаз Господа высекает пламень огня Глаз Господа потрясает пустыню Потрясает Господь пустыню Кадес Глаз Господа разрешает от бремени ланей И обнажает леса И во храме Его Все возвещает о Его славе Господь восседал над потопом И будет восседать Господь Царем вовек Господь даст силу народу своему Господь благословит народ свой миром Евангелие от Матфея Глава 28 По прошествии же субботы На рассвете первого дня недели Пришла Мария Магдалина и другая Мария Посмотреть гроб И вот сделалось великое землетрясение Ибо Ангел Господень Сошедший с небес Приступив Отвалил камень от двери гроба И сидел на нем Вид его был, как молния И одежда его бела, как снег Устрашившись его Стерегущие пришли в трепет И стали, как мертвые Ангел же Обратив речь к женщинам Сказал Не бойтесь Ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого Его нет здесь Он воскрес Как сказал Подойдите Посмотрите место, где лежал Господь И пойдите скорее Скажите ученикам Его Что Он воскрес из мертвых И предваряет вас в Галилее Там Его увидите Вот Я сказал вам И выйдя поспешно из гроба Они со страхом и радостью великою Побежали возвестить ученикам Его Когда же шли они возвестить ученикам Его И си Иисус Встретил их И сказал Радуйтесь И они, приступив Ухватились за ноги Его И поклонились Ему Тогда говорит им Иисус Не бойтесь Пойдите Возвестите братьям Моим Чтобы шли в Галилею И там они увидят Меня Когда же они шли То некоторые из стражи Войдя в город Объявили первосвященникам О всем бывшем И сии Собравшись со старейшинами И сделав совещание Довольно денег дали воинам И сказали Скажите Что ученики Его Придя ночью Украли Его Когда мы спали И если слух об этом Дойдет до правителя Мы убедим его И вас от неприятности Избавим Они, взяв деньги Поступили, как научены были И пронеслось Слово сие Между иудеями До сего дня Одиннадцать же учеников Пошли в Галилею На гору Куда повелел им Иисус И увидев Его Поклонились Поклонились Ему А иные Усомнились И приблизившись Иисус Сказал им Дана Мне Всякая власть На небе И на земле Итак, идите Пятое После сего И отпустил Израиля Я не знаю Господа И Израиля Не отпущу Они сказали Бог евреев Призвал нас Отпусти нас В пустыню На три дня пути Принести жертву Господу Богу нашему Чтобы он Не поразил нас Язвою Или мечом И сказал Им Царь Египетский Для чего Вы Моисей И Аарон Отвлекаете Народ От дел Его Ступайте На свою Работу И сказал Фараон Вот народ В земле Сей Многочислен И вы Отвлекаете Его От работ Его И в тот же День Фараон Дал повеление Приставникам Над народом И надзирателям Говоря Не давайте Впредь Народу Соломы Для делания Кирпича Как вчера И третьего дня Пусть Они сами Ходят И собирают Себе Солому А кирпичей Наложите На них То же Урочное Число Какое Они делали Вчера И третьего Дня И не убавляйте Они праздны Потому И кричат Пойдем Принесем Жертву Богу Нашему Дать им Больше работы Чтоб Они работали И не занимались Пустыми Речами И Вышли Приставники Народа И Надзиратели Его И Сказали Народу Так Говорит Фараон Не Даю Вам Соломы Сами Пойдите Берите Себе Солому Где Найдете А От Работы Вашей Ничего Не Убавляется И Рассеялся Народ По всей Земле Египетской Собирать Жниво Вместо Соломы Приставники же Понуждали Говоря Выполняйте Работу Свою Каждый День Как И Тогда Когда Была У вас Солома А Надзирателей И Сынов Израилевых Которых Поставили Над ними Приставники Фараоновы Били Говоря Почему Вы Вчера И Сегодня Не Изготовляете Урочного Числа Кирпичей Как Было До Сих Пор И Пришли Надзиратели Сынов Израилевых И Возопили К Фараону Говоря Для Чего Ты Так Поступаешь С Рабами Твоими Соломы Не Дают Рабам Твоим А Кирпичи Говорят Нам Делайте И Вот Рабов Твоих Бьют Грех Народу Твоему Но Он Сказал Праздны Вы Праздны Поэтому И Говорите Пойдем Принесем Жертву Господу Пойдите Ж Работайте Соломы Не Дадут Вам А Положенное Число Кирпичей Давайте И Увидели И Судит Вам И И Сто Тво Времени Как Я Пришел К Фараону И Стал Говорить Именем Твоим Он Начал Хуже Поступать С Народом Сим Избавить Ты 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 Избавил Народа Твоего Исход Глава Шестая И Сказал Господь Моисею Теперь Увидишь Ты Что Я Сделаю С Фараоном По действию руки крепкой Он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли Своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я, Господь, являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, «Я, Господь, и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я, Господь, Бог ваш, изведший вас из-под иго египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я – Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря, «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря «Вот сыны Израилевы не слушают меня, как же послушает меня фараон, а я не словесен. И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Вот начальники поколений их, сыны Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фаллу, Хецрон и Харми – это семейство Рувимовы, сыны Симеона, и Емуил, и Иамин, и Агат, и Иахин, и Цахар, и Саул, сын Хананиянки – это семейство Симеона. Вот имена сынов Левия по родам их, Герсон и Кааф и Мерари, а лет жизни Левия было сто тридцать семь. Сыны Герсона – Ливни и Шемеи семействами их, сыны Каафовы – Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил, а лет жизни Каафа было сто тридцать три года. Сыны Мерари – Махли и Муши – это семейство Левия по родам их. Амрам взял Иахаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея, а лет жизни Амрама было сто тридцать семь. Сыны Ицгаровы – Корей и Нефег и Зихри. Сыны Узииловы – Месаил и Елцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара. Сыны Корея – Асир, Елкана и Авиасав. Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финиеса. Вот начальники поколений левицких по семействам их. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь, «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря, «Я, Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом, «Вот я не словесен, как же послушает меня фараон!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok